вообще такое чувство что нас вообще нету вот просто вот если просто вот так жить в социуме да и как-то то нас нет вообще то есть ну просто ну мы как бы есть и нас нет те проблемы с которыми мы сталкиваемся они как бы никого не волнуют то есть если ты кому-то обращаешься допустим там ну ввиду проблем говорят что возможно поможем чем-то что-то как-то то есть начиная с каких-то маленьких препятствий допустим даже вот пандус сделать да ну и заканчивая уже там более каким-то серьезными вопросами то есть это фактически остается на уровне разговоров на уровне обещаний и даже если что-то и делается то это нужно очень много ходить очень много ходить и терпеть унижение чиновников даже просто начиная от какого-то более низкого уровня и заканчивая самым высоким ну стояла на очередь на квартиру 2004 года 7 лет и в результате квартира в малосемейке то есть люди здесь живут временно и получают потом квартиры а мне дали это жилье как постоянное то есть без права приватизации без права замены и так далее и тому подобное то есть вот далее и далее вообще должно быть как-то больше места хотя бы где развернуться как должен быть балкон чтобы человек если он например физически не может выйти на улицу там силу погодных условий состояние здоровья прежде всего чтобы человек мог хотя бы на балкон выйти подышать воздухом мне такой возможности нету вот то есть вот открыла окно подышала и все на этом больше ничего ну потом что касается конечно на приспособление в ванной комнате должно быть все так чтобы можно было мне как-то пойти и выйти то есть чтобы не получить никаких увечий при этом да как-то должно быть приспособлено проектировка ванной комнаты такова что в нее даже зайти ну как бы там негде развернуться и негде даже упасть но я не знаю как она маленькая и неудобно по сути решила принять ванну а у меня там неровный пол просто неровный пол я поставила табуретку села и там просто даже не за что не на что опереться и просто и села на табуретку и табуретка подо мной покачнулась и я упала вот и все в результате у меня получил сотрясение мозга да ввиду такой ситуации я обратилась в социальные службы чтобы как-то мне исправили ситуацию что поменять ванну невозможно потому что проектировка такая только поручень сделать за свои деньги сделала поручень а я когда заселилась здесь было очень холодно то плюс 15 плюс 16 градусов вот и я естественно стала обращаться в жеу проще чтобы как-то повлияли на ситуацию они сказали да вот причем приезжали представители из горы спалкома и даже из облсполкома а по по сути так чтобы утеплить квартиру чтобы как-то изменить ситуацию ничего не сделано вот там вот у меня откосы вот вы посмотрите они просверлили ничего не сделали должны были там это как-то их поменять или они даже не закрасила как эти дырки были так они остались никому не надо это я не просто говорю так у меня есть вот целая папка вот это гомель теплострой вот как за которую я заплатила 440 тысяч вот просто вот за эти бумаги того чтобы мне кому-то что-то доказать юристы пояснили что с данной папкой то есть сначала я должна идти в горы спалком написать письмо что меня не устраивает жилье по каким-то причинам и что у меня есть доказательства а потом с этим ответом я должна буду идти в суд сделали пандусы в городе пандусы для того чтобы можно было подняться в какое-то здание в библиотеку там не знаю магазин это не во всех магазинах далеко не во всех у нас есть возможность просто зайти в магазин потому что ступеньки они не приспособлены вот потом всевозможные бордюры хоть у нас как бы без барьерная среда у нас не подняться не опуститься вот и вот в этом плане сложно но в общем город он никакой инфраструктуры ничего нет то есть если есть где-то пандусы то ну это вот единственное что есть пандус это не есть далеко не то нужно выбрать такой магазин чтобы там можно было в него зайти и выйти без то есть без посторонней помощи что касается вот моего дома мне здесь тоже сложно подняться подниматься спускаться потому что квартира нет ничего нет ступеньки вот и просто это никому не нужно мне неудобно я даже не знаю идти в горы с полком чтобы говорить о том что мне нужны ступеньки никто не заинтересован в том чтобы было лучше как есть так есть то есть у каждого человека у каждого чиновника ну там на более низком уровне он находится или на более высоком такая позиция как есть нормально нас не трогай все ни о чем не проси никаких денег никаких улучшений там условий ничего денег нет и и в общем такая позиция что спокойно составьте и все тебе нужно делай сама закон о социальной защите инвалидов такой закон есть он у меня распечатан там написано значит написано про инфраструктуру и о том что жилье должно быть приспособлено для человека вот а когда ко мне приходят чиновники и говорят а чем оно теперь не приспособлено я им говорю конкретно вот это это мне в этой квартире холодно я задыхаюсь потому что у меня идет с подвала влажность высокая вонь у меня нет балкона неудобно сушить белье это я говорю это я сейчас хожу у меня ноги еще так ходят а когда я смотрю когда у нас квартиры выше этажами у нас не работает лифт у нас была такая ситуация здесь рассказывали люди по полгода не выходили из квартиры обычные люди относятся по-разному ну только те люди которые меня знают давно они как-то так носится более или менее нормально которые знают меня с детства которые может быть ну привыкли ко мне или пообщались со мной и поняли что в общем я такой же человек как и они сами остальные ну остальным всем может быть чисто так любопытно вот как же эти что они вот чисто так начинают выявлять спрашивать вопросы квартиры это все просто любопытно ну так чтобы вот реально помочь таких людей очень вообще очень мало не просто мало их очень мало может быть 12 человека